НРК, Норвегия, поздравляем с женским днем, ваша армия России. Кнут Магнусберге, НРК, Норвегия. 10 марта 2019 года. К Международному женскому дню российские вооруженные силы закатили необычную фотосессию. На календаре 8 марта, и женский день полагается отметить. Военкомат Екатеринбурга, четвертого по величине города России, устроил в честь 8 марта праздничную фотосессию. Однако вместо того, чтобы обратиться к женщинам-военнослужащим, а их в российской армии 45 тысяч, позировать вместе с солдатами в полной боевой выкладке позвали профессиональных балерин в пачках. Предстоит долгий путь. Многие увидели в фотосессии совсем иной посыл, чем задумывали сами авторы. И хотя женщины занимают в российском обществе ряд руководящих должностей, например, директор Центробанка, России еще предстоит пройти долгий путь, считают женщины-активистки. На Западе женщины сполочены, они понимают, что наши силы в единстве, объясняет адвокат Олена Попова. Но здесь, в России, после распада Советского Союза менталитет таков, что каждый сам по себе. Каждый думает только о себе, и все разобщены, сетует она. Рукоприкладство в семье 8 марта в России праздник. С поздравительной речью к россиянкам обратился сам президент Владимир Путин. Однако активистки говорят, что положение принимает опасный оборот. В 2017 году российский парламент фактически узаконил бытовое насилие, если оно обходится без тяжких телесных повреждений. Попова считает этот шаг ошибочным. Она подготовила встречный законопроект, чтобы вернуть ответственность за рукоприкладство. Женщины сами виноваты 32-летняя Залина Маршинкулова, писательница и феминистка, считает, что в России нет четкого представления о том, что такое сексуальное домогательство и притеснение женщин. К сожалению, многие женщины сами рассуждают так. Зачем вообще жить, если тобой не интересуются мужчины? По словам активисток, вопросы равной оплаты труда в российском обществе почти не поднимаются. Тем не менее, надежда все же теплится, говорят они. По словам Алены Поповой, молодое поколение черпает информацию из интернета. Можно сказать наверняка, что молодое поколение лучше разбирается в предмете. Каким будет будущее, мы не знаем, но у молодого поколения эти вопросы уже в крови, говорит Попова. Поздравления от военных пока что в поздравлении Екатеринбургского военкомата говорится следующее. Сила мужчины в нежности и любви женщины. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ.